С войны не возвращаются, ты там остаешься целиком и полностью. Вот я даже сейчас сижу, блин, думаю, блин, когда бы уже поскорее к пацанам поехать. Ну, потому что, ну, все знакомые, все там. У меня есть собака, я выхожу с ней гулять каждый день о 6-й ранку. Я выхожу на улицу, а мама говорит, все, война началась, Киев бомблять. Ну, у меня уже вализа была собрана, служил, хотел пойти в офицеры учиться. Надо было комиссию пройти. Пытался до этого спецназ перевестись, по здоровью не прошел. Поехал проходить комиссию, чтобы поступить на офицера. Меня комиссовали, дали статью 36-б, предатный умирный час, обмеженно-предатный вейсковый. Я расстроился и три года не служил. Пытался пойти, но из-за этой статьи, то, что меня списали с армией, я не смог никуда. Попасть, скажем так. А сейчас вот на войну я с четвертого раза попал. Сначала хотели в Волноваху отправить. Не поехал, это же с документами Волокита было. Потом второй раз пришел в Артемовск, должен был уехать. Тоже что-то не получилось. Ну, а потом вот это вот, под Харьков. Это было 18 мая. Ранение получил под Борщевки, когда ходили на штурм. Ранение прилетело в осколок, перебило сухожилия. Чуть-чуть нерв задело. Рука не сильно работает. В Броник попало, чуть-чуть Броник пробило. То есть ребра до сих пор поломаны. Контузии были. Ну, сам ушел на своих двух. То есть, вообще там местность не сильно удобная. Там лес и получается за лесом речка, надо через поле пройти. И они вот, это точка эвакуации. И они в эту точку постоянно, короче, насыпают. Постоянно. Я, если честно, я думал, что я там, наверное, останусь, что я не выйду. Ну, повезло. Вышли. Привезли в Харьков, пытались достать осколок. А он прошел, короче, через всю руку. Кость раздвоенная идет. Он не прошел, короче, между костьми. И вот здесь где-то был. Вырезать не захотели, потому что оборудования нету. Полежал, залечили, зашили. А потом просто, ну, поехал в Киев. Должен был купить нейростимулятор или как там он называется. Ну, имплант, чтобы легче было. Врач сказал, он мне не нужен. Сделали операцию, вырезали осколок, пошивали нервы. Ну, сказали полгода, надо подождать. Типа, что все пройдет, но оно... Ничего взять, особо ничего не могу. Руку согнуть тоже не могу. Инвалидность не дали. Дали минус 20% потери работоспособности. Никакие не выплаты, ничего. Единственное, что проблема, ты к этому привыкаешь и ты без этого жить не можешь. Без этого адреналина, без этих ощущений. Там, во-первых, на передке совсем другая жизнь. То есть, ты не думаешь, не то что за коммуналку заплатить, ничего. Если человек смеется, смех искренний. Но когда потом теряешь какого-то человека, допустим, пацанчик цар своему небесный, какая история получилась? Он сидел в моем ококе. Он меня перемотал, я ушел и через 2 минуты туда прилетел. Ну, там без вариантов было. Вот. Парень с Луганска сам был. Два года работал в Харькове, война началась и сам пошел в военкомат. 24 года пацану было. При прямом контакте русские пытаются уходить, они оставляют АВНРовцев и ДНРовцев. Ну, как мясо просто. А сами уходят. Вот каждый раз берешь его в плен, спрашиваешь, что ты тут делаешь? Что ты вообще пришел? Не знаю. Но все они в основном с Владивостока. Вот тут Урал. Короче, вот такие вот. Последний раз мы взяли 20 человек в плен. Из них 17 было ЛНР и трое русские. Один офицер был. Воюют они, кстати, если регулярные войска, то есть, ну, они сразу бегут. Ну, срочники. Воевать толком не умеют. Есть частная военная компания, то есть, вагнеровцы, вот, лига или лидер есть еще, то именно разведка. Бывает такое, что они ходят по нашей форме. В СУшной форме, со всеми распознавательными знаками. А она все равно понимаешь, вот, ну, речь. Речь вот такая русская, вот, ихняя речь. И ты выкупаешь. Во-первых, он пароль они знает. Во-вторых, у них автоматы другие. Ну, 12 вот эти калаши. Ну, и хотя бы просто позывной командир. Он стоит и глазами клипает. Своих они не забирают вообще. То есть, по Харьковской области трупов. Нормально лежит. Иногда неприятно, потому что воняет, приходится подкапывать. Ну, чуть-чуть прикапывать. Только начала жизнь налаживаться. У меня только с головы война ушла. Только вот нормальные деньги, нормальная работа была. Жизнь начала налаживаться. И тут, на тебе, война опять, блин. Все, я вот поехал. И я теперь уже уверен, что она у меня с головы не выйдет. Постепенно отходишь, как бы ты нормальный человек. Просто, что немного, ну, некомфортно. Привычки остаются. Ночью не сплю. Могу вот так вот прийти на кухню, поставить посередине комнаты табуретку. Блин, и сижу на табуретке, как на посту. В окно просто смотрю. Ну, оно вот так вот. Не уходит с головы. Я парень молодой. Ребенка еще хочется. Знаю, у меня брат здесь живет. У него двое детей. То есть, не хочется, чтобы они пришли сюда. Вообще не хочется, чтобы... Раз уже так же и сложилось, что я связался с войной, то, ну, я лучше буду там, где-то под Харьковом, чем они придут ко мне домой и начнут диктовать свои законы. Ну, люди ходят. То есть, ну, хорошо, что они не думают про войну, что здесь ее нету. То есть, это как бы... Ну, я это приветствую. Зачем паниковать, ходить вот это, сеять панику? То есть, ну, жизнь идет. Жизнь продолжается. Жизнь тоже надо. Жизнь и там он будет наверху. Др Quant adventure. АСФИА Источник Люце Источник Улица